Кишинев Кишинев работает по стоп-листу. В списке не только продукты, еще сырье для наших предприятий и главное лекарства, которые так нужны онкобольным, диабетикам и сердечникам. Как лечиться? Вот в больнице иду, куча лекарств выписать. И все такие дорогие. Как жить? Вот как лекарства взять? Мы возбуждены до предела. Они издеваются над народом. Сайт правительства Молдовы на странице вице-премьера Серебряна – заявление по вопросам Приднестровья. Он все отрицает, мол, блокады никакой нет. Еще Серебрян говорит, мол, Кишинев задерживает грузы, но действует в рамках законодательства. Вот еще цитата. Молдавские власти якобы оказывают всю возможную помощь предпринимателям Приднестровья. То, что делает молдавская страна, и наглость, и циничность этих заявлений подтверждается отсутствием реакции международных посредников. Представители Евросоюза, они как-то что-то немели. Нет у них никакой реакции. Конечно, мы взаимодействуем. Конечно, они говорят, что да, это требует скорейших решений, это неправильно. Где-то в кулуарах они говорят больше. Критикуют, конечно же, молдавские действия. Но в реальности мы не видим никакого эффекта от влияния. Это означает, что действия молдавской стороны синхронизированы с западными представителями. Очевидно, есть какая-то политическая поддержка, но это все недальновидно. И это точно не поможет им добиться своих целей. Переговоры между Приднестровьем и Молдовой в тупике. Кишинев продолжает создавать проблемы. А ВОЗ с лекарствами и пасхальными яйцами и ныне там, на молдавской таможне.